Среди знаменитых гостей, шествующих по красной дорожке в летнюю эстраду, зрители сразу заприметили легендарную актрису Светлану Немоляеву, подарившую советскому кинематографу столько трогательных ролей. На церемонии награждения победителей кинофорума народную артисту ждал сюрприз. Киношоковцы подготовили ей награду «Госпожа удача за мужество и достоинство в профессии», чем растрогали актрису до слез. Любимую героиню зал встречал стоя. Светлана Владимировна отметила, как важен кинофестиваль в наше непростое время. Как это много значит для кинематографистов, когда так сложно с прокатом, когда так сложно с пониманием, с принятием зрителями. Как это важно, что вас столько много. В конкурсной программе киношока участвовало почти сто картин. Оценить мастерство кинематографистов зрители могли и свободно на главной городской площади. Особое внимание жюри привлекли короткометражные фильмы. Гран-при конкурса достался фильму Таня, российского режиссера Никиты Иконникова. Председатель конкурса «Киномалышок» Семен Морозов заявил, что кубанские дети – самые лучшие зрители. Я полагаю, что крепнет наше детское кино, и я готов это доказать любому оппоненту. Призы разделили фильмы «Небесный верблюд» и «Честная пионерская 2». Специальным дипломом за вклад в развитие телевизионного кино наградили создателей телесериала «Родина». Кульминация вечера – итоги конкурса полнометражных картин. Главный приз «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм присудили небесному кочевью из Киргизии. В завершении церемонии генеральный директор фестиваля Ирина Шевчук от имени всех киношоковцев поблагодарила за теплый прием главу курорта Сергея Сергеева. Он, если говорит, то делает. Чего бы ему этого не стоило. Это так здорово, так по-мужски и так по-кубански. Мы будем ждать вас на будущий год, на юбилейный фестиваль, на 25-й. И сделаем все для того, чтобы вы себя чувствовали у нас в Анапе комфортно, уютно. И самое главное, чтобы вам хотелось к нам вернуться. Под аккомпанемент фейерверка из конфетти и лирическую песню об Анапе 24-й фестиваль киношок был объявлен закрытым.